Место нормально, цены адекватные, покормили неплохо. Правда, уже, конечно, это все разрушено. Очень печальный вид. В Азии нет топлива. Короче, мы с самого начала не договорились, кто за чем едет. Вот теперь страдаем. Ребята, я вас приветствую из Бухары, Узбекистан. Мы, наконец, сюда тоже доехали. Древнейший город. Здесь проходил шелковый путь. Много тоже интересных локаций. Сейчас будем смотреть, ждем гида и обязательно вам все покажем. Гостиница «Сиявуш» называется в городе Бухара. Отличное место. Нам, друзья, порекомендовали. Очень дружелюбный хозяин Азиз. Ночевали сегодня здесь. Цены адекватные. За ночь заплатили за место в районе 25 долларов. Я так понял, это примерная цена во всем Узбекистане. То есть, вот в нескольких гостиницах уже были в разных городах. Цена примерно одинаковая. Причем завтрак включен, нас покормили завтраком. Вечером мы приехали поздно. Азиз прям нам сам привез шашлыки, где-то заказал и привез. Мы поужинали. Было очень вкусно и приятно. Там есть второй дворик. Так, вот гостиница, вот так она называется «Сиявуш» от вывеска. К сожалению, адрес точно не знаю, потому что здесь трудно ориентироваться. Но эта гостиница есть везде в гугл-картах, на мапсми. Поэтому гуглите, ищите. Ну, я рекомендую место нормально, цены адекватные. Покормили неплохо, хозяин тоже адекватный. Вот, кстати, хозяин стоит. И Alibaba – это тоже этот же самый отель, просто вид сбоку. Здесь вы тоже можете пожить. Все, друзья. Сегодня мы смотрим Бухару, так что оставайтесь с нами. В общем, вот так вот выглядит заправка в Азии. В Пакистане с топливом очень сложно, особенно с дизелем. Если бензин еще можно найти, то дизель найти практически нереально. Поэтому Азиз наш сегодняшний. Солярка чистая, посмотрите. Даже вот канистры для вас чистые специально. Она может быть и чистая, потому что не очень качественная. А, нет, ну это туркменская. Давайте. Да, еще минус, что маленькая воронка, но она хотя бы есть. А, вот она что, да? Да, мы сейчас перекачанный насос включили, и все. Ну, а так, в принципе, он тоже немедленно заливает. Болос тоже будет сохранен. Болос тоже будет сохранен. Да, да. Эван, ага, хочу насос заберем. Вот смотрите, у них какой насос. А, нормально, да. Короче, беркутовский перекачной насос. Давно вожу его. Летом использовал как душ. Но теперь он перешел. Теперь будет использоваться по назначению. Как для перекачки топлива. Достаточно удобно. Ну, кстати, быстро качается. Единственный минус, здесь нету какой-нибудь, да, ну, чем-нибудь зафиксировать ручку. То есть, вот так держать ее, Этланы сейчас тепло, а на морозе руки охренеют. А так вообще, прикольная штука, рекомендую. Работает от прикуривателя на 12 вольт. Здесь вот такая система, наконечник заборный. Ну, вы видите, практически, ну, смотрите, здесь практически все донизу забрал. И осталось, конечно, чуть-чуть ляркий. Компакт, а то есть. Компакт, а то есть. Компакт, а то есть. Компакт, а то есть. Еще было бы прикольно, если бы где-нибудь здесь, вот на входе, на шланг поставили счетчик. Снова, который будет считать количество литров перекачанных через него. Ну, это будет прикольно, мне кажется. Удобно, по крайней мере, считать, сколько ты точно туда заправил. Не канистрами, а вот, допустим, я подъехал в бак туда, камазис поставил туда ее. Как я бы считаю, сколько я заправил? Ну, никак. Ребят, в общем, прикольная штука, это перекачной насос беркутовский Smart Power. Рекомендую для тех, кто ездит путешествием, кому постоянно приходится переливать топливо, там, с канистр, с каких-то дополнительные баки. В Азии это очень актуально. В Азии нет топлива. И вот все заправки происходят примерно вот так вот. То есть, канистр, там, с 5-литровых бутылок, там, с каких-то бочек, непонятно откуда. Вот, багажник Тули, да, с ними. Тули, что там, Motion 780. Вот он, да, он цветоприкольный, правда, я боюсь, если на него нажму, он развалится. Другая задача, как его открыть? Он не открывается. Вот там, мочек, туда-сюда. А, теперь еще не закрывается. Чтобы он закрылся, нужно сделать вот так вот. Все, закрылся. Особенно, если вы девочка. Да, да, да. То есть, как бы, ладно, я бы его не могла выступить. И все, и как его открыть? Ну, это, вообще, такая... Это надо постоянно стучать до смерти. Да, это задача под выверт, там, называется, стукни, ну, гадай. Поэтому, ребята, поклонники Тули. Мы не можем Тули пока открыть. Это всегда проблема, это очень проблема. В общем, без комментариев. Называется он Эскалибуром. Вот так вот каждый раз с вещами встречаешься, как со своим праздником. По поводу бензиновых заправок в Узбекистане дела обстоят гораздо лучше. Если для того, чтобы заправить дизель, нужно искать знакомых, какие-то друзья, какие-то ходы, преодолевать определенные препятствия с бензином. Есть заправки, которые прям есть на дороге, на въезде в город, там, пожалуйста, заправляйтесь. Но есть нюансы, как всегда. Да, во-первых, здесь место 95-го бензина, здесь 91-го. Цена в местной валюте 4 500. 4 500 в рублях это будет... 35 рублей. 35 рублей. Дешевле, чем в России. Да, то есть, если ты едешь на автомобиле, и обычно заправлялся 95-го, то здесь тебе придется заправляться 91-го. Но цена радует, что хорошо. Да, но цене не радуйтесь, потому что за 35 вы покупаете, мол, жидкость, близкую к... Поэтому еще нужно, рекомендуется добавлять октан-корректор какой-нибудь, либо присадки в топливо, для того, чтобы ваш двигатель работал хоть когда. Мы вообще сейчас заправляемся вперед, побольше набрали канистр с собой, потому что, возможно, будут у нас сейчас такие дороги, где заправки будут вообще. Да, еще обязательно берите запасные канистры, хотя бы парочку двадцатых, чтобы всегда лежало в багажнике. Ну, порядка, не знаю, 40-ка литров. Да, две двадцатки заберем. Да, две двадцатки. Все, сейчас едем, наконец-то, в плов-центр. Плов-центр, очередной. Да, потому что Саша, Саша, покажи Сашу, он просто изнемогает от плова. Просто у Саши, у Саши гастротур. Сейчас мы будем снимать. У Саши гастротур, и мы постоянно его мешаем, мешаем его, это, показать полностью здесь национальную кухню, показать, как это готовят. Просто он разбирается, очень классно фоткает, вот, поэтому сейчас мы едем в плов-центр. Они, короче, мы с самого начала не договорились, кто за черьеет, вот теперь страдаем. Ну, походу, походу решаем, пока все в порядке. Я им не даю до замечательности смотреть, они мне кушать. Да, пока все в порядке, никто не переругался, все живы. Все, мы тебя отведаем. А мы приехали есть супернациональное блюдо, плов, это целая церемония. Его готовят в определенное время, в определенном количестве, только в первую половину дня, и сейчас вот одно из заведений. Только один из участников, пойдем пробовать. По крайней мере, выглядит это место гораздо привлекательнее, чем то, где мы были вчера в Самарканде. Это чисто бухарский плов, вчера был чисто самаркандский. Получается, в каждом регионе, в каждом городе есть свой определенный рецепт, свои какие-то прям фишки. Ну, потом сейчас попробуем, расскажем, в чем разница. Ребята, нам принесли плов. Обратите внимание, его отличительная особенность, что его не перемешивают. Каждую порцию накладывают отдельно слоями. Сначала кладут рис, далее морковь, обратите внимание, она здесь желтого цвета, нут, говядина. Его делают тоже, обратите внимание, не с бараниной, а с говядиной. Также здесь у нас курдючный жир и конская колбаса, а также перепелиные яйца. Совсем не похож на то, что мы привыкли видеть обычно. Каждой порцией плова подают еще овощи. Здесь редька, сметана, помидоры, огурцы. Ну что, пробуем? Катя, ты любишь мясо? Да, очень. Очень? Ну, мы заметили. Катя, я каждый раз заказываю кусок, какой-нибудь шмат, какой-нибудь стейка. И съедаю до конца. Мы все смотрим удивленно. А ты никогда не пробовала отказываться от мяса? Не вегетарианила? Пробовала. Пробовала, но я решила, что это не мое. И нужно есть все, что ты любишь, хочешь, что тебе вкусно. А по времени сколько у тебя этот топ длился? Ну, порядка, наверное, года. Где-то год. Но я решила, что мне вкусно все-таки мясо, а не смузи из свеклы. Ну да, это, наверное, сложно сравнить. А вообще тебе понравилось, ты как-то изменила, ощутила изменения какие-то на себе? Честно, вот в тот момент, когда я не ела мясо, мне казалось, что да, со мной что-то невероятное происходит. У меня открывается какой-то портал, какой-то третий глаз, чакры. Но на самом деле сейчас, когда я вернулась к другому питанию, я понимаю, что это не так. Это больше то, что нам говорят из мне. Нет, ничего не поменялось, не изменилось и не будет меняться. А ты не хочешь отказаться от мяса? Нет в планах такого? Нет. Нет, точно, пока нет. Прикольно. Я очень долго викторианил, может быть, кто-то знает, порядка, ну, трех или четырех лет точно я жил без мяса. Но в последнее время очень много путешествий, а в путешествиях трудно выбирать питание. Ну, вот прямо, чтобы у тебя был рацион такой, как тебе надо. Которому ты привык? Да, рыба какая-нибудь свежая, красная, да. Какой-нибудь рис без мяса. Это очень сложно. Поэтому я тоже последние два года, да, последние два года, начиная с Африки, с Климанджаро, я, в принципе, ем вообще все, что мне попадается. Иногда даже не спрашиваю, что это, чтобы не огорчаться, как это было в Якутии. Поэтому, ребята, если путешествуете, если вам комфортно, точнее, ешьте то, что вам комфортно, не заморачивайтесь. Главное, для чего, понимать, для чего вы это едите, какая цель в этой пище. Либо просто это дома перед диваном, на диване перед телевизором, там, посмотреть фильм и просто пожевать что-нибудь прикольно, это одно. Ну, а другое дело, когда вы идете на маршруте, там, едете куда-то, и вы понимаете, что это вам нужно для того, чтобы была энергия, чтобы не сдохнуть, то тогда просто что найдете, то и ешьте. Главное, чтобы тебе было вкусно, это тоже немаловажно. Не всегда. Ну, нет, пускай будет вкусно. Итак, дорогие друзья, мы находимся у крепости Арк. Сегодня я являюсь бухарским гидом. Крепость нуждительных размеров, интересная конструкция. А, это отзывы, твою мать. Не туда посмотрел. Не туда посмотрел. В общем... Гороченная крепость. Да, это вот крепость, собственно, цитадель, вы можете ее видеть. Здесь в древние времена, в общем, много было и не было. Рауф, подскажи, пожалуйста, где мы, что это за место. А эта крепость называется Арк. Это главная резиденция бухарских миров. Сверху отсюда всегда украиня бухарские мировы над огромной страной. Как это было со временем, когда называли Кремль-Бухарин. Главная резиденция, когда был посыл, вопрос такой есть, что крепость дает основание возраста 4 века до нашей эры. В 4 века. Фундамент основания, который мы не видим, это глубиной 15 метров лета. А современный вид, который вы видели, она принялась в 16 веке. Два больших минарета, портал. А стене, значит, обложили в последнем мире мангитские династии. Это 18-19 века. В этом здании жил Бухарский Эмир до 1920 года. Айлим Хамбург, последний государь. В последний раз эту пресс брали большевики во главе Михаила Шхрунзе. Они поднимали в небо один аэроплан, разбомбили крепость в Бухару. Ну, то есть Эмир или Бухарский Айлим Хамбург, правители не хотели. На компромисс не хотели. На миру ультиматум не хотели, поднимали, значит, в небо. Это был один из аэропланков, русский, большие были пушки, конечно. Но техника с Айлим Хамбург была сильнее, чем в Бухарской мере. В русском мире прогрессировали бой. Три дня был бой около Бухары. Последний мир замерзал, позже Афганистан, он умер в Кабуле. В 1604 году. Айлим Хамбург, ну, возле 64 года. В этом здании находились дворец правителя, гаремы. Жили помещения, знаки, царевичи, арсенал, мечети, тюрьмы, казнухмессии, молитвы. Это был как город в городе. Которая вмешала 3000 человек в ботве арка. Общая площадь 4 грамма. А вот в этих нишах, где сейчас стоят кувшины, здесь стояла охрана. То есть, вот видите, сколько ниш, 12 ниш. И в каждой стоял охранник, который охранял шкот. В 1900 году. Вот видите, больших минаретов. Это минареты в медресе бывают. История нестахранина. После 20-х годов, когда уже советский власт, ну, значит, коммунисты, или как говорится, большевики, не любили религии. Сказали, все религии, как охрань для народа. Ломали буквально те глаза, в медресе, пошли найти такие печи в Дом Совета. Ну, современные страны. Субтитры добавил DimaTorzok Ребят, это деревянный столб, ему больше 300 лет. Прикиньте. Внизу он стоит на мраморной подставке, а вверху полностью деревянная, не знаю, на нем штуковина. Мрамор, ну, уже, конечно, такой плохо сохранившийся. Там внутри прям чистенький, белый, красивый. Здесь, ну, на улице грязный он уже все. Ну, за 300 лет надо полагать, что с ним что-то стало. Субтитры добавил DimaTorzok Крепость Арк, которую мы сейчас смотрим, она, конечно же, разрушена, большая часть. Вот сейчас вы видите, это вид сзади ее, позади. То есть там, где мы были, это мы были внутри двора. Но мы немножечко заплатили, и нам разрешили выйти сюда, на ту часть, где раньше когда-то была крепость. Я так понимаю, здесь был двор, здесь были строения, здесь жили люди, возможно, какая-то джуха, торговля была. А вот эта крепость, точнее, вот эта стена, на которой я стою, это оборонительное сооружение. Оно огоражило эту крепость. Ну, вот видите, правда, уже, конечно, это все разрушено. Очень печальный вид. Уже камни сыпятся, обкорчат карматуру здесь. И это очень-очень опасно здесь находиться. И очень печально, что все сейчас в таком виде. Но отсюда хорошо видно панораму города. Там вот Медресе, мечеть, еще какие-то строения. Поэтому, заплатив всего 15 местных тысяч, можно попасть сюда и посмотреть на город. Еще очень жалко, что погода не солнечная. Сейчас идет дождь, небо серое, и не очень хорошо видно. Ребят, вот чтобы вы знали, как меняют баннера. Не баннера, вернее, а билборд, рекламу. Все, вот по-другому. Я нахожусь в Медресе Мири Арав. Проще говоря, образовательное учреждение. Оно известно многими выпускниками. Например, Ахмат Кадыров, отец Рамзана Кадырова, являлся выпускником этого, как на стыке Медресе. Смотрите, а вот эта стена, да, вот оттуда сверху, чуть повыше, подальше точнее, мы оттуда снимали как раз вид на минорет, на мечеть. С этой стороны кирпич. Ну, кирпич, я так понимаю, это уже современная облицовка просто, а за кирпичом был вот такой какой-то старый камень, походу, или, ну да, какой-то старый камень. А кирпичом это, видимо, уже наши современники, либо, может быть, в прошлом веке обложили, чтобы все это сохранить каким-то образом. Ну, вот так вот выглядит. Очень необычно, кстати, что именно стена полога и с уступом. А есть там что с тыквой? Есть с тыквой? Штуки? С мясом она? Она с мясом или с тыквой? С мясом. С мясом. Все с мясом, да? Все, мы выбираемся потихоньку из Узбекистана. Сейчас мы в районе Самарканда. Сам город мы не заезжали, обходим маленько по объездной его. И дальше через Самаркан пойдем на уже на узбекском уровне. На таджикскую границу. Я сейчас скажу название. Это новая граница. Ее открыли буквально в этом году. Раньше здесь границы не было, никто не переходил. Пагранпост Узбекистан-Таджикистан-Джартепа. С одной стороны Джартепа, с другой стороны Саразм. Вот этот погранпост. Про него очень мало информации. Там мало кто ходил пока, то есть пересекал границу. Поэтому как там будет, я еще не знаю. И мы еще переживаем за то, что ночью этот погранпост может не работать. Есть посты, которые работают круглосуточно, а есть посты, которые работают только днем. И мы решили, обязательно, кстати, да, мы хорошо что вспомнили, мы решили избавиться от всех местных денег узбекских. Потому что там дальше, в Таджикистане неизвестно, принимают их, можно ли обменять или нельзя. Потому что, опять же повторюсь, что раньше между Узбекистаном и Таджикистаном были напряженные экономические и другие отношения. Они враждовали те страны. И я не уверен, что там внутри можно будет спокойно обменять одни деньги на другие. Поэтому мы с вот такой рынком импровизированный, вдоль дороги мы остановились, набрали там кучу всяких мешкотов и поменяли деньги на доллары. И сейчас собираемся, едем дальше. Очень надеемся, что сегодня получится перейти границу. Хотя бы перейти границу и где-то там в ближайшем городе заночевать. Пока что узбекская граница выглядит очень весело. Два парня, которые встретили, говорят, просто езжайте вперед, проезжайте, ничего не надо. Мы надеемся, что хоть паспорта спросят, посмотрят на нас. Мы не мы вообще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok